Потому что тему мы копаем достаточно большую, которая в принципе ценой в жизнь, знаете? Потому что вопрос такой, мы как бы профукаем свою жизнь? Разменяем ее на нечто посредственное? Первое, я рад, что у тебя тело отреагировало, потому что тело реагирует на правду. Поэтому у тебя сейчас шли слезы. Откуда это чувство беспокойства? Или тревоги, или боли? И готовы ли вы для этого, возможно, рискнуть тем, что сейчас есть? Потому что кому-то придется, может быть, уволиться с работы. Кому-то, возможно, придется поменять траекторию. А это же страшно. Это очень страшно. Теперь наша задача пройти еще один момент. Он называется выбор ниши. У кого из вас перед вами стоит вопрос, чем вообще заниматься? Отлично. Я специально поставил эту тему второй, а не первой. Потому что вы должны понять, что теперь у вас в голове есть каркас, на который вы уже насаживаете свою нишу. Потому что все эти средние чеки, лиды и конверсии от ниши к нише будут разными. Конверсии, скорее всего, одинаковые, а от средней чеки рентабельности будут разными. Поэтому от вашего выбора действительно будет зависеть, какой будет декомпозиция и какое количество. У кто-то с одной сделки заработает себе на цели. Ему будет достаточно одной сделки. У кого-то это будет пять сделок. У кого-то это будет сотня сделок или тысяча сделок. Это разные вещи. Но есть фундаментальная проблема в этом вопросе выбора ниши. Как она звучит? Звучит она так. То, что вы такой умный, такой молодец, а результатов нет. Вот это фундаментальная проблема. Что это значит? Особенно если вы... Ладно бы вы не работали вообще. Ладно бы вы не пытались. А если вы работаете и пашете, как волк, и все равно нет результатов, то это должно о чем-то говорить. С одной стороны приходят грустные мысли. Типа я не такой. То есть я не способный. Я тупой, ленивый, или сломанный, или еще какие-то мысли. Много мыслей таких происходит. Но с другой стороны, опять же, наше преимущество заключается в том, что мы видели слишком много людей в разных конфигурациях. И вы услышите вот эту ключевую мысль, что когда один и тот же человек делает те же самые действия, но в разных нишах, в разных сферах, он получает в корне разные результаты. Что это означает для вас? Это значит, что, возможно, в другой сфере, в более правильной сфере для вас конкретно, у вас бы начало получаться. Поняли? Нет, эту мысль. Что это еще означает? Это означает, что, скорее всего, многие из вас пришли к тому, чем вы занимаетесь, неосознанно. Это был не ваш выбор. Это был выбор, который за вас кто-то сделал. Родители, которые отправили вас в универ какой-то. Или случай. Или просто так получилось, и страшно было что-то менять. Кто из вас задается таким вопросом, что я ищу себя, то есть вот я ищу себя, ищу, ищу. Вы где ищите? Под кроватью, под столом или где? Как это найти себя? Некоторые думают, чтобы найти себя, надо уехать в Египет или в Индию, на Бали. Кто-то думает, что найдет он себя где-то географически. А кто-то думает, что он должен перебирать нишу за нишей. И вот он ищет себя. И здесь себя не нашел, и здесь себя не нашел, и здесь себя не нашел. Но у нас есть простое понимание, что означает, что человек нашел себя. Очень просто. У него получается, у него есть результат, и он кайфует. Вот это означает, что он нашел себя. То есть есть очевидный результат, при этом он не страдает, при этом это дается ему сравнительно легко, и он готов этим заниматься, даже если ему за это не будут платить. Вот это означает, что человек нашел себя. И я реально радуюсь, когда я вижу людей, которые нашли себя. Вот я также попрошу Андрея открыть Камневедов ролик. lp.kamneweda.ru Компания Камневеда появилась совершенно случайно. Изначально мы не планировали никакого бизнеса, не составляли финансовых смет, никаких бизнес-планов. Для меня это было просто увлечение и хобби. Мы ездили в геологические поездки, коллекционировали минералы, составляли геологические карты, увлекались камнерезным делом. Но геология и минералогия были интересны именно как наука. Я даже не мог предположить, что все эти увлечения приведут к появлению самого большого в России магазина камней и минералов с таким огромным ассортиментом. Сейчас в коллекции нашего магазина более 3000 видов товаров. Это более 400 видов камней и минералов, горных пород, метеоритов, древних скопаемых организмов. Изделия из камней поступают к нам несколько раз в неделю, более чем от 40 производителей и поставщиков со всего мира. Это украшения из натуральных камней, разнообразные изделия, сувениры, коллекционные минералы и метеориты. Для начальной и средней школы мы производим коллекции минералов, горных пород, полезных скопаемых. Обеспечиваем пособиями кафедры геологии и минералогии в высших учебных заведениях России. Мы сами ездим в геологические экспедиции, находим новых поставщиков и развиваем производство под марш. Ну что, как вам это видео? Какие у вас внутри эмоции, когда вы это смотрите? То есть вам кажется, этот человек нашел себя? Однозначно, не правда ли? Нету сомнения в том, что он не нашел себя. Этот бизнес как бы продолжение его сути. Какая эмоция пропитывает это видео? Вот у вас какая была эмоция, когда вы это смотрели? Что? Искренность, да. То есть это искренний человек. Да, это Артем, наш выпускник тоже, камневеды. Реально, ну, большая достаточно компания. Он лидер рынка по минералам. И он фанат своей деятельности. Он фанат тупо. Он фанатеет от всех этих ископаемых минералов. Мы с ним играли в игру. Он высыпал огромное количество образцов камней на стол. Я тыкал в каждый камень, а он там, это Альдримандлит, это Гибриллит, это такой-то Бибиллит, ну вот и так далее, и так далее. Я просто тыкал, я думал, ну когда-то ты это забудешь. Нет, все помнят, все помнят абсолютно. И вот смотрите, как интересно. Он живет каждый день, занимаясь своим любимым делом. При этом он зарабатывает деньги. Причем немаленькие деньги. Это уже немаленький бизнес. Это уже бизнес с несколькими сотнями миллионами оборотов в год. Там 200, 300, может 500 уже миллионов, да? Он помогает обществу или нет? Да. Когда Артем становится богаче, другие люди от этого выигрывают, от того, что он стал богаче? Да. На мой взгляд, вот это означает, что он нашел себя. Потому что тему мы копаем достаточно большую, которая в принципе ценой в жизнь, знаете? Потому что вопрос такой, мы как бы профукаем свою жизнь, разменяем ее на нечто посредственное, или мы сумеем так построить свою деятельность, чтобы в итоге заниматься любимым делом, при этом на этом зарабатывать, и при этом приносить пользу людям. И когда мы смотрим на эти кейсы, вот есть Артем, да, например. Вы ведь понимаете, да, что он не то чтобы такой альфа-самец, да? Ну, видно же по нему, что он робкий парень вообще, интроверт. Ему сложно дает сообщение. Но смотрите, как он расцвел. Он как цветок, он расцвел. Это очень круто. Меня это жутко радует просто. Особенно понимание, что мы какую-то руку к этому приложили, что в мире на один такой бизнес стало больше, это суперкруто. Я смотрю на свою супругу, которая занимается детскими праздниками. Она проводит 300 праздников в месяц. Она делает сумасшедшие крутые шоу. Я понимаю, что она тоже нашла себя в этом. Я не могу представить как бы ее отрыве от ее деятельности. Знаете, когда вот как «Аватар» фильм, да? То есть вот они сплелись как бы. Бизнес и человек сплелись. Некоторые бизнесы, как, например, Артура, вот он продает шубы из песца, да, через Авито, но не скажет, что это прям вот воплощение Артура. Но для кого-то это его воплощение. Кто-то настолько фанатеет от теплой одежды, да? Вот Таня, например, Матюшина есть у нас такая. Она тоже продает шубы, но и стрижена овечьей шерстью, где не убивают животных. Где овец стригут. Это натуральная шерсть, но только без убийства животных. Такие как бы этические, да, шубы. И она каждый день понимает, что она создает некую пользу и при этом зарабатывает на этом деньги. Она зарабатывает там больше миллиона рублей. И фундаментальный вопрос, который мы сейчас копаем, это есть ли у вас намерение и желание вырулить каким-то образом на этот путь. Возможно, это будет десятая ниша по счету. Возможно, шестая. Я тоже кучу всего перепробовал. Я считаю, что, например, мы с Петей в нашей деятельности тоже нашли себя. Есть такое убеждение, знаете, вернее, не убеждение, а фраза, как рыба в воде. Слышали, нет? Как рыба в воде. Он в этом, как рыба в воде. Что это значит? Значит, организм находится в естественной для него среде, в дружественной среде. Сама среда, где находится организм, способствует его проявлению. Проблемой человека является его осознанный выбор и его способность сворачивать со своего пути, поддаваясь жадности, поддаваясь мнениям других людей, поддаваясь там иногда родительской чрезмерной заботе, понимаете, или каким-то социальным стереотипам. Например, типа, мой друг детства, Руслан, мой однократник, он мог бы стать гениальным биологом и химиком. В школе он схватывал химию на лету, я все у него списывал. Его брали на какое-то отделение там или специальность генной инженерии в МГУ без экзаменов. Но ему сказали, что на пестиках и тычинках нынче не заработаешь. Иди-ка ты экономистом, Руслан. И он пошел экономистом. И нельзя сказать, что он неудачник. Нет, он зарабатывает хорошо, он уже построил себе там дом, квартиру. У него есть жена, двое детей, он как бы примерный семьянин, все у него хорошо, но нельзя сказать, что он воплощен. Мы, когда с ним встречаемся, говорит, Миша, как-то мне скучно и грустно. А отчего скучно и грустно? Да, потому что он не счастлив до конца. И вот эта та боль, которая, возможно, вас сюда привела, есть же некое чувство иногда внутри, где-то глубоко, оно такое неспокойствие. А что же вы неспокойны-то? По идее же все хорошо. У всех есть горячая вода, у всех есть, ну, все хорошо. Откуда это чувство беспокойства? Или тревоги, или боли? Боль или страдания – это разница между вашим потенциалом и фактом. Если вы понимаете, если душа как бы понимает, что вы способны гораздо на большее, что есть, короче, та альтернатива, в которой вы были бы другим вообще, воплощенным, масштабным, прикольным, вот как Артем хотя бы. Понимаете, чтобы все кайфовали, чтобы он кайфовал, чтобы был классный бизнес, который проявляет его качество и его свойства. И вопрос теперь фундаментальный – можно ли как-то к этому прийти? И готовы ли вы для этого, возможно, рискнуть тем, что сейчас есть? Потому что кому-то придется, может быть, уволиться с работы. Кому-то, возможно, придется поменять траекторию. А это же страшно. Это очень страшно. Но это, кстати, и не значит, что надо совершать необдуманные поступки. Вот это тоже. Не надо романтики бросить все, заложить все, знаете, да? Сжечь мосты. Это классно, но не все способны через это прожить. Некоторых переломит эта ситуация. Вопрос в другом. Если, как бы, что для вас счастье? То есть, если счастье – это быть воплощенным, масштабным, успешным, если есть желание найти себя, значит, эту тему, а, нужно изучать и пытаться. А как вы поймете, что вы нашли себя? По обратной связи? Обратная связь – это то, что людям нравится то, что вы делаете, то, что у вас получается, что у вас получается легко. А что такое сопротивление среды? Сопротивление среды – это индикатор того, что вы идете не по своему пути. Оттуда скрежет и сопротивление. Это значит, что ситуации, в которых вы находитесь, требуют других качеств, чем те, которые у вас есть. А те качества, которые у вас есть, не требуются. Один человек, на МЗС он был, выглядит очень сурово, у него сломан нос. И он такой подтянутый, подкачанный такой. Видно, он боец, борец, ну, вот, как и многие из Кавказа. И он занимается дорожным строительством. Как вы считаете, в нише дорожного строительства, какие качества нужны, чтобы как минимум не улететь в трубу? Какие человеческие качества нужны для этого? Какие навыки нужны? Умение конфликтовать нужно, как вы думаете? Отстаивать свои интересы нужно? А кому из вас сложно конфликтовать? То есть вы понимаете, что для вас это целое испытание, входить в конфликт. А кому из вас несложно конфликтовать? Вы постоянно там это, как его, скачаете свои права, да? Смотрите, это же не значит, что одни лучше других. Это значит, что у одних есть это качество. Врожденное оно или приобретенное. А других его просто нет. Но он подошел ко мне после занятия, этот человек со сломанным носом, и говорит, Михаил, я хотел вам поделиться. Мне, говорит, всегда нравилось искусство. Мне нравилась живопись, мне нравилась красота, мне нравилась эстетика, мне нравился вот дизайн офиса, интерьеров, мне хотел свой офис сделать эстетичным. В моем обществе, в моем окружении, это как бы признак слабости. Это признак чего-то немужского. И я, говорит, стесняюсь этого, говорит. Я вынужден это подавлять себе, скрывать, и делать такого сурового чувака. Я научился, говорит, конфликтовать, хотя мне это очень тяжело и сложно. Но я, говорит, чувствую, что я не кайфую. Мне хочется связать свою жизнь с какой-то красотой, с архитектурой, говорит. Мне вот эти дороги там, ну, вообще не то, понимаете, нет? То есть его душа хочет туда, но тараканы в голове говорят, что это не престижно, это не мужское, это не круто. И вот с такой дилеммой мы очень часто, ну, мы находимся. Еще один пример вам приведу. Мой друг Шамс. Кто-то, возможно, про него слышал. Шамс был футболистом сборной Таджикистана. Он таджик. Очень красивый. Выглядит как модель. И он реально модель. Он топ-модель. Но только не профессионал, а просто его зовут постоянно на съемки какие-то. Просто красивый парень. Футболист профессиональный. Травма. Травма. Серьезная травма. Порвал ногу, колено. Завязал со спортом. Очень сильная психологическая травма. Ну и так далее. И пытался найти себя. И занимался какой-то херней. Он занимался обедами, кейтерингом, какими-то там еще замутами. Ему все говорили, Шамс, ты круто выглядишь, ты классно одеваешься. Он шьет себе одежду, прикиньте. Он шьет себе одежду, и все говорят, блин, где ты такой купил? Он говорит, я себе сшил. Я это себе сшил. Он говорит, ты можешь мне сшить? Он такой, ай, так все время. Его все спрашивали, слушай, ты можешь мне помочь? Ты скажи, можешь со мной пойти в магазин, там что-то подобрать? И он для друзей, да, но он все время не придавал этому значения. Он обесценивал свою способность эстетики в стиле, ну в одежде. И у него ни черта не получалось. Пока в один момент он мне не написал, Миша, может я водителем к тебе пойду поработать? Потому что ну совсем как бы было тяжело, и он хотя бы как-то подработать, понимаете, да? Потому что ребенок маленький, я разозлился тогда, я сказал, Шамс, мне уже надоело, пошли в магазин, короче, со мной, мы пошли в магазин, он меня одел, и я понял, что он обладает каким-то совершенно другим видением, чем я. Я беру штаны, и он мне такой, вот это огонь штаны вообще, примере. Я смотрю, я бы никогда не взял с полки такие штаны. Я смотрю, ну реально прикольно. И сейчас, короче, Шамс зарабатывает на имидж-консультациях, и это был взрыв мозга для него. Это что, говорит, можно ходить в магазин, трещать просто, ну-то давать, что ему мерить, и пятнаху зарабатывать за раз? Ну да. Один раз ему заплатили сорок за один в поход в магазин. А потом он понял, что можно в гардеробе человека рыться, составлять ему просто образы из той одежды, которую он сам сочетать не может. Потому что глаза у него не те. У меня, например, глаза не те. У меня пятьсот миллионов одежды, но я не умею их сочетать. Он ко мне приезжает, берет, перерывает гардероб, вот это с этим, вот это с этим, с этим, вот это с этим, с этим. И в момент, когда Шамс перестал сопротивляться тому, что он до этого игнорировал, его вдруг жизнь стала гораздо более веселая и легкая. Он не стал уже вымучивать тяжелым физическим трудом. Понимаете? Люди начали его передавать из рук руки, начали передавать его по сарафанному радио, начали его благодарить, рекомендовать, платить ему деньги, становиться его постоянными клиентами. Почему? А потому что он как рыба в воде. Потому что его свойства и качества, его особенные глаза, которые видят пропорции, сочетания фактур, текстур, линейки, выкройки, теперь связаны с его профессиональной деятельностью. И поэтому мы видим очень часто бухгалтеров, которые как бы в свободное от работы время ландшафтные дизайнеры. Понимаете, да? Финансистов, которые на самом деле продажники, но только они не занимаются продажами. Они кайфуют от переговоров, от сделок, но при этом сидят и мучаются за Excel-таблицами. Программистов, которые на самом деле рады было бы делать просто что-то руками, но так получилось, что они программисты. Понятно, нет? Большая социальная проблема с этим. Супер! Что? Вопрос? Инсайт? У кого инсайт? Здравствуйте, Никита. Я, ну, когда вот... У тебя инсайт? Да. Давай. Когда говорили именно там про учебу и еще что-то, у меня было желание, всегда я хотел лет с 14 или 16 стать психологом, потому что актуальна была тема, я не знаю, я кайфовал с этого. Да. В итоге пошел на экономику управления, на предприятии, отучился, как бы там ничего не делал, и сейчас вот уже сколько, мне 25, я все равно просто увлекаюсь психологией. Тебя туда тянет? Да, меня туда тянет. Мне нравится общаться с людьми, помогать им. Также там часто приходят ребята просто еще что-то спросить, пообщаться. И что ты сейчас чувствуешь? Я чувствую непонимание, как именно, ну вообще, есть ли шанс, есть ли компетенция у меня, есть ли шанс, могу я туда вступить. Вырулить как-то на этот путь? Да. Куда тебя и так тащит? Да. Что-то тебя туда тащит? Хороший фундаментальный вопрос. Первое, я рад, что у тебя тело отреагировало, потому что тело реагирует на правду. Вообще, знаешь, как происходит трансформация? Сначала первый этап. Это эмоциональное накопление. На английском это называется emotional satiation. Это накопление. Это когда есть некий болевой источник, но что-то нас беспокоит. И мы терпим, 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 терпим. Терпеть можем годами. Происходит это накопление до некого болевого порога, когда больше терпеть невозможно. Ну, самый простой пример. Муж бьет жену. Бьет ее, бьет, бьет ее, бьет. Она себе внушила убеждение, что бьет, значит, любит. Но она терпит, 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 терпит до критической точки, когда больше уже терпеть не может. В этот момент болевого порога, нежелание терпеть, возникает moment of truth, момент истины. Как правило, кто-то произносит фразу, которая является как будто кодом на замке сейфа. Знаете? Тык-тык-тык-тык-тык. И тело реагирует. Или ты сам себе произносишь эту фразу. Ты понимаешь правду. В этот момент ты просто осознаешь правду. Тело реагирует на правду, и возникает то, что называется emotional threshold, или эмоциональный выброс. Поэтому у тебя сейчас шли слезы. У меня, я вообще дома много ваше видео смотрел с разборами и прочим. Понятно. Часто какие-то… Эмоционально значимая ситуация для тебя, и не надо этого стесняться. Да. Это просто эмоциональный выброс. В этот момент эмоционального выброса возникает окно, шанс, альтернатива. Как бы отказаться от старой модели и принять в новую. То есть принять решение. Понимаешь? Принять решение не нужно какое-то глобальное решение. Можно принять локально глобальное решение. Сделать первый шаг в нужную сторону. Понимаешь? Понимаешь? Ну, не совсем. Ну, то есть… Например, ты можешь взять и попасть в эту сферу. Не обязательно делать бизнес, а попасть в команду, стать ассистентом практикующего психолога, пойти на обучение. Понимаешь? Чтобы повариться там и чтобы понять, тебе там кайфово. Моя сестра, когда она поняла, что ее угнетает и тошнит уже от той деятельности, которой она занимается, хотя она занималась тем, что другие люди посчитали бы работой мечты. Она занималась продвижением и пиаром российских фильмов. Она все время работала со знаменитостями, звездами, пресс-конференции, пресс-завтраки, вот русские фильмы выходят и так далее. И не то, что проблема в русских фильмах или в знаменитостях, просто это не ее тема. Ей некомфортно было в этом, очень тяжело. Но она читала про то, как сажать вишню всеми этими днями и вечерами, при том, что у нее не было своего участка. Ее тянуло туда. И вопрос был в том, что ей конкретно сделать. Что она сделала? Она записалась на курсы по ландшафтному дизайну. Понимаешь? Это означает, что стрелки поезда повернулись, и поезд поехал уже в другом направлении. Понятненько? Да. Спасибо. То есть вам нужно теперь с точки А переместиться в точку Б. И еще нужно… Кто-то же усвоил эту мысль, что ниши бывают тренировочными. Что нет никакой проблемы в том, что вы в этой нише временно, но при этом, А, вы сохраняете этику. Очень важно, чтобы вы не выжгли свои эти тренировочные ниши. Что происходит, к сожалению, когда вы типа «А, я тут временно, да, тут нагажу, цены снижу, там, демпингану». Да, интернет сегодня дает эту возможность появиться и исчезнуть из ниши очень быстро. Барьер для входа снижен до максимума. Вы делаете сайт, завтра у вас идут лиды, звонки, вы принимаете заявки, понимаете, да? Вы вправе, как бы, говорить, что хотите, писать на сайте, что хотите, и это, к сожалению, создает достаточно много проблем на рынках от таких неответственных как бы псевдопредпринимателей. Потом вам воздастся за это, безусловно, потому что в вашей нише появятся такие же ребята, которые у вас все скопируют, своруют и точно так же будут там шелестеть. Поэтому первое, что я вам предлагаю, это относиться этично и ответственно ко всему, что вы делаете. Даже если эта ниша тренировочная. Категорический императив Канта, да, относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Он, правда, это в более сложной форме написал, но примерно такая идея, да? Соответственно, тренировочная ниша это нормально. Почему? Потому что на цехе, например, запуская сразу 5-10 ниш, знаете, какой физический опыт получают люди? Опыт разной обратной связи на одни и те же действия. Вот это феноменально. Это означает, что запускают те же самые сайты, посадочные страницы, трафики, то есть размещая объявления, где-то там сразу есть конкретика, поток заявок, желающих купить со срочной потребностью, где-то есть заявки, но деньгами там не пахнет, все будет там через несколько лет, может быть, когда-нибудь, где-то вообще глушь и никакого потока нет вообще, хотя действия были одни и те же. Что из этого следует? Это же суперфундаментально важный вывод, что можно сэкономить годы. Из этого следует, что можно сэкономить годы, если вы ниши научитесь тестировать. Тестировать. И даже если у вас есть уже бизнес, даже если у кого есть бизнес, и вы думаете, что вопрос выбора ниши для вас не актуален, типа у меня уже есть ниша, что мне в нишу выбирать? Неправда, вы ошибаетесь, причем очень конкретно. Каждый день мы ищем нишу. Потому что для вас будет вопрос под ниши, того направления или той конфигурации. Ниша же это что такое? Это поле с ответами на вопрос, что, кому, как мы продаем и за что мы получаем деньги. Вот это что такое ниша. То есть это некая точка. И очень часто бывает, что небольшой разворот, например, из розницы в опт дает капитальный разворот при тех же как бы инфраструктуре в доходах. Например, одна девушка, Света, у нее была ниша такая странная, кредитный брокер. Знаете, что такое кредитный брокер? Для физлиц. То есть она помогала получить кредит, кредит, автокредит, потребкредит физлицам. Она зарабатывала 300 тысяч рублей. В 25 лет это неплохой доход. 300 тысяч рублей, понятно, да? Но сама ниша не предполагала рекомендации сарафанного радио. Вы понимаете, надеюсь, почему, да? Потому что не все там. И я взял кредит. Ну, об этом не принято говорить. Она не предполагала повторных покупок. Это ниша. Сама по себе ниша. То есть там не было вероятности повторных покупок. Точнее, они были очень резкие. Редкие, редкие. И ей приходилось крутить педали, чтобы оставаться на одном доходе. Но когда она слушала эту тему, ее озарило. Она сказала, офигеть, а если физлица поменять на юрлица? Если мне тот же самый функционал дать для интернета магазинов, для салонов шуб, для ювелирных магазинов. То есть, если я буду помогать получать кредит физлицам, клиентам юрлиц, это же будет вообще другой калинкор. Бизнес это будет тот же самый. То есть, я буду делать в принципе те же самые операции, буду базироваться на тех же самых компетенциях. То есть, я буду делать то же самое, что умею, только теперь я буду зарабатывать совсем другие деньги. И действительно, ситуация в корне поменялась. Это было одним решением. Или, например, еще одна девушка. У нее несколько своих салонов этих, фитнес-центр, фитнес-центр. И она такая очень интересная. Вот при взгляде понятно сразу, что там у человека. Потому что она отлично, шикарно выглядела. И выглядит сейчас. Знаете, бывают такие люди, которые вот как с обложек журналов. Очень дорого, эстетично, классно выглядит. При этом не выручена, не пошла. Ну вот прям реально ну вот как в фильмах. Вот она такая. Она классно выглядела. И при этом у нее были три фитнес-центра где-то в каком-то городе эконом-сегмента. И она говорит, мне в этом фитнес-центре нравится первый этап. Это когда я проектирую, это когда я закупаю оборудование, это когда я делаю дизайн проекта этого фитнес-центра, это вот когда я его конкретно строю. А общаться с тренерами там, воровство пресекать, вот это менеджмент весь, вот это вот все, этот гемор, ну мелкий, да, вот это разборки, это так меня угнетает, так меня угнетает. А почему вообще этот был вопрос? Потому что ей сказали, увеличь средний чек гипотетически в 10 раз. Она говорит, ну 3 тысячи у меня средний чек, или там сколько-то, я не помню. Это что, надо в мозг усити открыть? Давай еще в 10 раз увеличивай. И тут ее мозг начинает вскрыть, и он, не понимаю. И тут до нее доходит, это же получается, говорит, я же могу делать фитнес-центры под ключ для всяких моих соседей, где я по сути тусуюсь. Она из высшего общества, да, она привыкла вот это, с Деми Мур делиться секретами, да, вот эта вот тема. То есть, и она понимает, сколько можно, скажите, сколько может стоить частный фитнес-центр в хорошем доме? Ну-ка давайте цифру. Ну, от 50, может от 50, ну 10 миллионов, может быть 5 миллионов, ну от нескольких миллионов рублей. Теперь подумайте примерно про маржу с одного заказа, сколько будет зарабатывать на одной комплектации под ключ, начиная с дизайн-проекта, заканчивая всем вот этим логистикой, наладкой, всем человек, который построит частный фитнес-центр. Сколько? Примерно, плюс-минус так. Примерно половину. Чуть меньше половины там, ну вот где-то так. И тут вы поняли, у нее прям вообще там потому что у нее возникает инсайт, потому что она понимает, что она, а, понимает этих людей очень хорошо, б, она их знает, ц, она с легкостью построит любой фитнес-центр любого уровня, она знает всех поставщиков, она знает все тонкости дизайн-проектов, она знает все про фитнес-центры, понимаете? Остался один элемент пазла, где найти этих заказчиков, как их найти. И это оказалось тоже решаемым вопросом, потому что ей просто нужно освоить маркетинг для богатых людей, научиться эту аудиторию выцеплять из интернета и не только из интернета. И она развернула в корне свою деятельность, оставшись в тех же самых компетенциях. Поэтому, если у вас есть бизнес, не спешите, не спешите, как бы говорить, все понятно. Нифига. Каждый из вас находится под вечным вопросом. Аж как я бы мог работать иначе, чтобы был больше КПД использования моего времени, как бы, чтобы кайфа было больше, при этом усилий было меньше. Ведь наше чувство внутри это соотношение усилий и результатов, правильно? Вы со мной, нет? Да, давайте зарядим обстановку, чуть-чуть так друг к другу поаплодируем мощно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ